Вот этот внутренний раскол — это полярность мнений, которые наблюдают сейчас в любой социальной сети или сети, как правильно говорить, любая тема затронутая вызывает такую реакцию взаимной ненависти, обвинений, оскорблений, а что этот внутренний раскол, пожалуй, сейчас одна из таких самых болезненных для меня, моих внутренних тем. Я не то, что я там, я просто сам по этому поводу пытаюсь думать, и мне кажется, что это плохо очень, потому что любая поляризация, любое разделение такое острое, любая радикализация людей на два лагеря, она приводит к тому, что в конечном итоге они начинают выяснять отношения уже не языком, а кулаками, ну, образно говоря. Мне тревожно это, а происходит это потому, что люди были предоставлены последние более чем двадцати лет сами себе, а среди них думающих меньшинство, способных принимать собственные решения, как мне кажется, а большая часть внушаема, она внушаема не тем, чем, например, хотелось бы мне, но и потому так же, что у меня мама все любила говорить, что лучший аргумент в поле советской власти – это хорошая жизнь, не надо уговаривать нас любить советскую власть, надо дать возможность хорошей жизни, мы тогда ее полюбим. Примерно то же самое происходит и сейчас, конечно, это следствие оскудения наших кошельков, по-испански это называется «время тощих коров», такое у них есть идиоматическое выражение «эпока де бакас флакас», отчасти этим тоже. Молю Бога, чтобы этот пар вышел через какую-нибудь дырочку, а не привел к каким-нибудь плохим последствиям для всех нас, но вот такое сейчас ощущение, что поднеси спичку и она загорится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok